О, замечательная команда. Вот Иоков тоже вас ждет. Здравствуйте. Здорово, Антоха. Здорово. Ты очень-очень грустный. Я тебя так люблю. Мы видели твое лицо в конце. Мы такие же все. Господин Иоков А. Антон, ты нас слышишь? Да, конечно. Ой, скажи что-нибудь Борису Белозерову и Никите Старуну. Ну что, очевидно, что я ребят все еще люблю. И что сейчас важнее, чем когда-либо быть вместе и обняться. И вот эти все красивые, но правдивые слова. Вот. А анализировать игру, там, это мы пересмотрим спокойненько, с холодной головой, когда-нибудь на неделю уже. А сейчас нечего анализировать, я считаю. Это ни к чему хорошему не приведет. Сейчас никто никаких уроков все равно не вынесет. Привет. Ну, спасибо тебе за большое, за поддержку. Спасибо. Ты вообще замечательный. Я расскажу нашим уважаемым зрителям, что господин Иоков крайне ответственно отнесся к своей роли тренера. Вот. Он просто как вот пересел из кресла игрока в кресло тренера. И все делал правильно, и все делал для того, чтобы мы победили. И то, что мы сегодня не победили, нам очень грустно. Вот в первую очередь из-за того, что мы считаем, что мы тебя подвели, Антоха. За себя и за того парня мы, конечно, очень старались. Но не всегда получается, к сожалению, даже если очень стараешься. В общем, спасибо тебе большое, Антох. Ты потрясающий. За моральную поддержку. А где Антон? Антон улетел. Кажется, зум пошел на перезагрузку. Ну, в общем, я думаю, что Антон все равно это увидит и услышит о себе. Ему огромное спасибо просто за то отношение, за то, как он себя проявлял вот в этой сложной для всех ситуации, прежде всего для него самого. О, Антоха, ты вернулся. Мы очень скучаем, Антон. Очень скучаем. Ребят, ну, да, ребят, ну, все хорошо, то есть никакого не произошло. Те грехи, которые сегодня были, их можно будет отработать вот с этим замечательным тренером. С вот этим замечательным игроком ты уже приезжаешь. Мы тебя очень ждем, Антон. Спасибо тебе, что ты пережил сегодняшний вечер. Зрителям всегда будет значительно тяжелее, да, я просто знаю. Классическая ситуация. Вы вели 3-0, да, и уже, наверное, расслабились. Гика. Нет, Женя, все знают, что счет 3-0 плохой счет. Ты у Алены спроси, да, у Андрея Козлова, у меня спроси. Тебе все знатоки скажут, что счет 3-0 худший счет, который может с вами случиться. Все. Счет 5-0 даже лучше. Там либо панды расслабились, да? Не было никакой расслабленности, Женя. Просто вот так сложилась игра. Иначе вначале вопросы были больше наши, дальше меньше наши. Очевидно, что любой, сколько там, 13 вопросов можно распределить таким образом, волчок, что может произойти все, что угодно. Да. Ну, как бы мы... Мы не стали хуже играть после 3-0. Какие-то вопросы мы могли взять. Ну, вот мне кажется, что единственный последний вопрос, мы сыграли хуже, чем сыграли его, если бы он был раньше. Все-таки там уже накопилась усталость, накопились нервы. Потому что этот вопрос про зоопарк израильский, он был не очень сложный, и мы прям, ну, то, что мы его должны были брать, ну, я считаю. Но не взяли, немножко не докрутили. Ну, вот так, да, ошиблись, что поделаешь. Ким, скажи честно, ты обиделся на ведущего за вот стюардов и уборщиков? Вы знаете, обида – это очень плохое слово. Зачем мне на что-то обижаться? У тебя был очень обиженный вид. Ты, Женя, может быть, не очень хорошо читаешь эмоции. Нет, есть игра, которая ведет себя тем или иным способом. Ну, к сожалению, иногда она ведет себя не так, как хотелось бы игрокам, иногда даже защитникам интересов знатоков и телезрителей. Ну, что я могу сказать? Обижаться – это плохое чувство само по себе, потому что оно означает, что от тебя мало что зависит. А от нас зависит, ну, от нас зависит то, как мы отвечаем на вопросы. Остальное – дело игры. Все-таки мне кажется, что был психологический прессинг господина ведущего именно в твою сторону, всю вторую половину игры. Я не знаю, Женя, выдержал ли я этот прессинг с твоей психологической точки зрения. Я старался фокусироваться на вопросах, потому что прессинг или не прессинг – мы играем прежде всего против вопросов. И мы старались на них отвечать. Не очень хорошо получилось во второй половине игры, к сожалению. Не то, чтобы мы были бесконечно далеки от ответов, не хватало каких-то мелочей, но в этом и заключается игра в том, что ты хорош во всех мелочах. И, Женя, я на всякий случай подчеркну, что мое личное психологическое состояние – это, конечно, важно, но нас за столом шесть человек, и каждый заслуживает не меньшего внимания, чем я в этой ситуации. Каждый держал удар, и каждый пытался придумывать версии. Можем ли мы теперь с рук пожмем? Реально, король. Пропал Антон. Покажи нам Антону, пожалуйста. Антон сейчас может еще подключиться к девушке. У тебя заплаканный Витоль, нет? Я просто все время грустненькая. Это мой вайб. Я такая. Ну, сова уже была практически в руках. Нет, я никогда не считаю, что сова бывает в руках. Это совершенно не так. И вот мне кажется, все эти инсинуации и подколы про «вот у вас почти сова, вот вы могли получить сову» – это все неправильно. Это все делается для шоу, для того, чтобы мы астроумно ответили. Сова была почти в руках? Это когда выбирали между тобой и твоим товарищем? Вот это была почти в руках. А сегодня совы почти в руках не было. Конечно. Самый сложный вопрос, какой вам показался сегодня? Который сову получил, я думаю. Ключ. Для меня все еще самый сложный вопрос про таблицу Менделеева. Это тоже было. Можно мы расскажем супер-байку, в общем? Можно. Пару дней назад я дружна с Анастасией Шутовой. Я решила с ней созвониться, чтобы, ну, просто поболтать, знаете, о своем одевиче. Мы подключились с Настей поговорить. И в это время на кухню к Насте зашел Ким, взял нас в заложницы. И мы, я не шучу, мы отгадывали квиз по жизни Менделеева. Абсолютно так. Но мы очень мало чего отгадали. И, видимо, вся серия на этом продолжилась. Но Ким ушла очень мощная картинка. Ну, я, да, на таблицу смотрел достаточно много времени. К сожалению, видимо, достаточно, но недостаточно. То есть, здесь вот эта цветовая гамма... Ну, наверное, основная сложность была в том, что ячейки, они были все-таки не прорисованы. То есть, как бы таблица для меня что-то более разбитое на ячейки. Понятно, что есть элемент усложнения вопроса. Но за 20 секунд это все продумать достаточно сложно. Я надеюсь, что когда-нибудь будет такой вопрос здесь. В честь какого знатока назван новый элемент. И будет элемент Кимии или Галачанией. И просто придумают новые вопросы по таблице Менделеева. И будет, знаете, как супер. И так обязательно будет. Мне идет картинка. Я, правда, не очень химик, Ольга. Что делать? Начинать замечательный. Скорее, Козлови, у нас есть свои химики. Я про элементы говорю. Ой, ну вы так расстроены. Я прям на Дашу больно смотреть. Ну, было бы странно, если бы мы ходили здесь с бубнами и плясали после того, как мы проиграли игру. И вот я не знаю, может быть, у ребят другие ощущения. Но меня в данном случае беспокоит не проигрыш совы и не проигрыш отдельно взятой игры. Хотя это тоже печально само по себе. Меня печалит прежде всего, что следующая игра будет не очень понятна когда. А играть... Ну, то есть, а мы здесь для того, чтобы играть. Да, очень горько осознавать, что, действительно, видимо, за столом мы сядем очень нескоро. Перерыв будет большой. Для нас сейчас тяжелое время. Игра и возможность к ней готовиться были большим утешением. Чтобы гадать, когда вы сядете, я дарю вам всем этот букет. И будем ждать вас снова за игровым столом. И учитесь отвечать на вопросы. Всем надо учиться отвечать на вопросы. Это составная часть жизни. Можно я воспользуюсь случаем? Мне не получилось это сделать на трансляции в игре. Но хотя бы здесь я поздравлю с днём рождения мою родную сестру Дашу, которая сегодня день рождения. И вот Даша, это тебе. День рождения. А ещё давайте поздравим Женю. У него в этом году юбилей. Да, ещё не тоже поздравим. У нас с тобой не было возможности ещё это обсудить. У кого юбилей? Ну, твоих эфиров. Держи. Поэтому мы тебя тоже поздравляем. Спасибо за твою работу. Спасибо за твою работу. Спасибо за твою работу. Да, да. Всё благодаря вам, на самом деле. А сегодня 35 лет уже, наверное, кончился. Да, 14 минут назад закончился день рождения господина Казазяна. Айка Казазяна. 35 лет. Всё поздравляем. Большие поздравления огромные. Айк, большой тебе привет. Жаль, что ситуация такая, что тебя нет в зале. Я искренне верю, что если бы поддержка знатоков, которые за нас болеют, была бы в зале, мы, может быть, и смогли бы переломить ход ситуации. Спасибо, ребята. Спасибо. До встречи. Спасибо. 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 Спасибо.